Друзья, всем добрый день! Традиционно в этом году первая встреча. Спасибо всем, кто пришел. Коротко, наверное, хотел бы остановиться на одном. В преддверии, да, давайте как-то пойдем по традиционному регламенту. Сначала я поделюсь, сегодня было обращение губернатора к жителям Подмосковья. Коротко, мазками мы пройдем. Расскажу, поделюсь, да, потом постараемся, если возникнут вопросы в этой части, обсудить. Ну и, как обычно, ответы на вопросы присутствуют администрации, управляющие компании. Был открытый прием, жителям отвечены были на все вопросы. Если специалисты уже ответили, могу сказать, что все вопросы мы возьмем на контроль. В любом случае ведется протокол нашей встречи. Ну и потом я, как обычно, спущусь сюда вниз зала, подходим. Личные вопросы, у кого возникают, я максимально отвечу. Сегодня губернатор обратился к жителям Подмосковья со своим обращением. Оно было построено и развивало основную мысль, которую мы слышали в обращении президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Было показано достижение, да, я, наверное, не буду рассказывать о достижениях Московской области. Их можно посмотреть, кто смотрел в прямом эфире. Я постараюсь их прикладно перенести на город Красноармейск. Да, один из основных пунктов, который поднимался, это в 2019 году было создано 55 комфортных территорий. Это парковые зоны, это зоны отдыха. И на 2020 год, это в рамках нацпроектов на 2020 год поставлена задача, чтобы мы с вами вместе жили в комфортных условиях, могли пользоваться новыми детскими площадками, парковой зоной, отдыхать. И вы все знаете, что в рамках нацпроекта мы вошли в благоустройство центральной площади, бывший стадион «Зенит». То есть вот те идеи, которые озвучивает губернатор, они у нас решаются в части комфортной среды в стадионе «Зенит». Мы вместе добились этого, у нас все получилось, увидели нас, поддержали. И в данном случае есть конкретный результат. Также был уделен большой вопрос экологии. Закрывается большое количество полигонов сейчас. Было их 38, сейчас 19. Мы знаем, что для нас это тоже важный вопрос. Он имеет две связи. Это первое – полигон Царева. Идет активная рекультивация. Полигон закрыт. Сроки рекультивации активной фазы до сентября следующего года. Дальше уже начнется бурение скважин и сам процесс дегазации полигона. Сейчас идет активная фаза. Мы переживали, что все негативные последствия попадут к нам в город. Но с учетом мониторинга общественности депутатского корпуса администрации, процесс для нас понятен. Служба, едино-диспетчерская служба администрации 112 мониторит каждый день ситуацию с запахами, негативными воздействиями. В настоящий момент ситуация понятна, подконтрольно, прозрачна. Все средства массовой информации раз в две недели также с нами присутствуют и участвуют в заседаниях мониторинговой группы. Для нас это важно еще с точки зрения того, что в прошлом году зашла полноценно сюда ХАТИ региональный оператор. Да, мы помним, чуть-чуть их, скажем так, подтряхивала прошлую осенью с вывозом мусора. В настоящий момент мы вышли с общественностью, журналистами, посмотрели, что происходит, как происходит, и увидели, что, в принципе, ситуация понятна. Мусорные контейнеры вывозят. Подбор мусора ХАТИ осуществляет наша МГУ. Соответственно, также осуществляет подбор и уборку территории. В прошлом году мы чуть-чуть расширили МГУ по штату. Я думаю, что в этом году уже мы будем на более качественном уровне вывоза мусора. По Московской области раздельный сбор мусора, в том числе и Красноармейский сюда входит, это уже полноценный 12%. И задача ставится довести этот процент до еще большей цифры. Важный момент – это снос ветхого аварийного жилья. По Московской области почти все муниципалитеты в той или иной степени участвуют в этом процессе. Губернатор озвучил основной посыл, что ветхого и аварийного жилья должно быть меньше, и для этого муниципалитеты должны приложить все усилия. Мы совместно проработали этот вопрос, свои чаяния и предложения донесли до правительства. Губернатор нас поддержал, и в ближайшие два года у нас будет реализован дом под переселение на Краснофлотской в районе дома 7. 291 квартира, соответственно 661 человек. В Московской области, там идет по площадям, мы составляли в прошлом году 5% от Московской области, от общего объема признанного жилья. Также перед нами ставится задача, помимо начала строительства, подготовки документов непосредственно самого строительства, нам еще необходимо включиться в программу уже следующей, потому что аварийного жилья достаточно много с признаками аварийности, и нам необходимо уделить этому большое внимание. По развитию транспорта здесь, конечно, больше легкое метро обсуждалось. Для нас пока легкое метро не совсем доступно. Мы понимаем, что это крупные мегаполисы, пересадочные центры, но в любом случае сейчас одна из основных задач в рамках, скажем так, транспорта, это подготовка системы безопасности на дорогах, включая в этом году безопасность на железных дорогах. То есть ставится задача, чтобы мы мониторили ситуацию, искали, находили узкие места и с ними боролись. Понятно, что все это происходит по результатам, скажем так, вот сегодня Красные Ворота немного пострадали, было ДТП двух машин, то есть, ну, как бы, ситуация, с одной стороны, понятно, что создаем условия, с другой стороны, необходимо, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Эту задачу ставит перед нами губернатор, чтобы и железнодорожный, и автомобильный транспорт был безопасен. Был озвучен большой прорыв с точки зрения реализации нацпроектов в сфере образования. Здесь у нас ситуация стабильная. Основной критерий, который ставился перед и курирующим министерством, и главами, это, прежде всего, ликвидация второй смены. Тут надо сказать, что у нас на территории города нет второй смены, и нет в этой части проблем при поступлении детей в детский сад. Но нам есть к чему стремиться, необходимо проводить качественно, мы тоже обсуждали это с отделом образования, необходимо более качественно работать в сфере капитального ремонта и оснащения наших учреждений. По дворам мы, как и говорили, идем в той повестке, которая есть в Московской области. Благоустройство дворов – это 10% территории. Мы соответствуем этому нормативу, прикладываем все усилия, чтобы нас поддерживала область, и поддержка эта имеется. Поэтому в части подъезда, тоже выходили совсем недавно, смотрели подъезды на будущий год, у нас 39 подъездов, и, если я не ошибаюсь, 6 дворовых территорий мы благоустраивать будем в 2020 году. В рамках экономики тут вопрос был поднят губернатором, что бюджет растет и прирастает на 10%. У нас он прирос немножко на другую цифру. У нас было в прошлом году 970 миллионов в бюджет, в этом году у нас 1,441 миллион рублей, мы приросли на 50%. Ну, здесь совместная наша работа в части участия в национальных проектах. Был поднят вопрос и представлена также информация по реабилитации малых рек. Все мы знаем, что одна из пилотных рек – это была Яуза. Мы своей частью реки Воря, да, река Воря протекает не только по Красноармейску, но еще по трем муниципалитетам, мы подали заявку о том, чтобы прошла реабилитация реки Воря. Но для того, чтобы она прошла полноценно, нам необходимо реконструировать единственное наше гидротехническое сооружение – плотину. И здесь включение в национальный проект по ремонту плотину мы также попали. Это подготовительный этап – это 2020 год. И уже непосредственно сам ремонт запорной арматуры, назовем так его, самих шлюзов – это 2021 год. Также без поддержки губернатора, наверное, бы не получилось получить такую достаточно весомую поддержку. Обсуждался вопрос реализации проектов в сфере культуры. Здесь, наверное, для нас наглядней будет, не вижу, Татьяна Владимировна Комарова, но, наверное, она… Ах, она в обыске, точно. Значит, обсуждался вопрос развития культуры. Ну, здесь мы видим, что у нас открылся в ГДК полноценный кинозал. Обсуждаю тут в рамках активного долголетия жителей. Сказали, что необходимо, конечно, больше новых фильмов показывать. Мы показываем здесь новые фильмы. Но сразу хотелось бы сказать, что в рамках той лицензии, прокатной лицензии, да, на разные залы, на разное количество залов, разные лицензии по просмотру кино. Поэтому здесь все новинки у нас представлены. Конечно, был задан вопрос, просто вчера обсуждали, когда мы видим здесь холоп, но там смогли рассказать, поделиться, что от количества кинозалов выдается лицензия на просмотр холопа. В любом случае, озвученные губернатором цифры – это реализация более пяти капитальных ремонтов домов культуры. На будущий год запланировано четыре в разных муниципалитетах. Здесь хотелось бы отметить, ну, кто знает, и ГДК, и ГДК Ленина. Материально-техническое оснащение плюс сама обстановка, залы, мебель, ну, все, что относится к обеспечению, да, у нас на хорошем уровне. Поднимался вопрос губернаторам о... Один из основных, да, наверное, вот переходя уже к основной части самой встречи, да, это чуткая власть. Задавали вопросы, обсуждали, тут тоже можно в виде диалога, что мы видим в рамках чуткой власти. Для нас мы за прошедший период выработали какой-то механизм. Да, его всегда можно обсуждать, его можно предлагать. Раз в месяц мы встречаемся в рамках открытого приема. Все могут прийти, жители к службам города, задать вопросы, что-то обсудить. Потом идет встреча с главой. Я провожу точно регулярные приемы по понедельникам. Курирующие заместители также на регулярной основе. То есть максимально мы открыты. Но для того, чтобы больше видеть и понимать, что сделать, да, мы запустили сейчас стратегию развития города Красноармейска на 20-30 год. В рамках этой стратегии каждый житель, кто хочет видеть, ну, какие-то изменения для себя, для... в своем дворе, подъезде, на улице, микрорайоне, будет иметь возможность заявить в рамках общественного обсуждения, будем обсуждать на разных площадках, ну, не буду представлять и в трудовых коллективах, и в общественных организациях, в совете ветеранов Южникова Ивановича тоже будем обсуждать. Каждый сможет высказать тот приоритет, который убить. Например, вот там, простая история, это дороги, да. Будет указана перечень дорог. Первая дорога на капремонт по списку, по рейтингу предлагаемая, да, она будет самая неудовлетворительная, да, последняя удовлетворительная. И каждый житель будет понимать, какую дорогу планирует муниципалитет ремонтировать. Понятно, что мы тоже, люди, можем где-то ошибиться, поэтому в рамках общественного обсуждения мы показываем, что это, условно, там, улица Пионерская. Вы говорите, нет, Пионерскую не надо, давайте она пусть будет третья, а вот эту ставим первую. То есть тем самым мы полностью составим такой, я бы сказал, общественный план, что необходимо делать, какие устраивать территории, да. В этом году мы делаем центральную площадь, да, какую следующую территорию надо было устраивать. Там будет ли это Банный лес, или Париж, или участок между четвертой и первой школой, или это будет вдоль реки Воря, там, если вниз проехать по Гагарина. Здесь каждый будет обсуждать и предлагать те варианты, ну и, соответственно, в любом случае по большинству предложений, да, по большинству мнений людей мы будем выходить с инициативы утверждать этот документ, общественно его обсуждать, чтобы в итоге каждый смог увидеть свой двор, свой подъезд, свою улицу. Возможно, мы в первичном документе не все увидим, но каждый ответит, придется сказать, слушайте, обратите внимание вот на это, давайте вставим этот документ. Документ будет живой до последнего обсуждения. Все вопросы, которые возникнут, любого характера, забыли мы их, вспомнили или не та последовательность, будут учтены, мы будем его обсуждать, ну, постараемся его обсудить за месяц, за полтора, чтобы все, каждый, и каждый трудовой коллектив, и каждая общественная организация, каждый человек смог предложить что-то свое. Наверное, в этой части я бы отметил, что для себя я вижу в этом плане сам термин, который ставит перед нами на ближайшую перспективу губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, это «чуткая власть». Чуткая власть – это собрать предложение, мнение всех жителей города, выставить их в порядке определенного рейтинга реализации и начать двигаться, потому что мы делаем, есть результаты, но зачастую, общаясь с коллегами в администрации, мы видим по-своему, знаете, как, и здесь хочется услышать, а что вам нужно, что вы хотите видеть от нас. Понятно, что на каждую дорогу, ну, знаете, как, вот нам дают средним, там, на денежные средства выделяются на пять дорог, да, и мы понимаем, что расставив их по рейтингу, то каждый увидит, что приблизительно, там, если дорога десятая или пятнадцатая, то это третий год программы выполнения, если она чуть дальше, то это, там, четвертый, пятый, если она входит в первую пятюку, следовательно, мы рассчитываем, что она будет включена в план уже следующий. Деньги поступили, мы ремонтируем, хотим сделать учреждение лучше, да, мы говорим, что необходимо обратить внимание на такую-то школу, сделать там капитальный ремонт. Кажется, со своей стороны. Будет предложение от учреждений, будет предложение от нас, мы смотрим, в кое-как программу, вот, недавно обсуждали вопрос, конечно, бюджет и материальное обеспечение, и денежные средства их много не бывает, мы понимаем, что вот мы, Даларис Константинов, говорим про светлячок, который у нас два года в программе капитального ремонта, но вот он по каким-то причинам, ну, потихонечку, ну, не по нашей вине отодвинулся на двадцать первый год, да, мы поняли, девятнадцатый, двадцатый отодвинулся. Но в любом случае, когда каждый задаст вопрос, а почему вы решили, что у вас будет капремонт, мы говорим, вот у нас дефектная ведомость, вот у нас смета, вот у нас бумага на включение в программу, пожалуйста, вот мы не просто стоим, ждем и мечтаем, да, у нас есть конкретно осязаемая история, у нас есть земельный участок, на котором будет строиться дом, да, у нас есть уже проектное решение по центральной площади, по Зениту. Вот, как бы, основной посыл обращения губернатора, да, мы должны быть в первую очередь ближе, доносить информацию понятным языком, возможно, что-то непонятно уточнять, но, наверное, не знаю, ну, большинство, конечно, я вижу постоянные участники наших собраний, да, ну, я думаю, что все скажут, что мы максимально открыты, максимально понятны, может быть, на все не хватает денег, но наше старание, стремление в этом плане, ну, достаточно открытое. Наша требовательность, ну, иногда доходит до того, что, знаете, как, некоторые не выдерживают в процессе вот этой мощной работы, ну, в любом случае, мы будем требовательны к себе и максимально слышать вас, вот, наверное, и быть ответственны и соответственны с этими требованиями, которые вы возлагаете, ну, прежде всего, на городскую власть. Вот, как бы, постарался коротко, знаете, как, не уходя в эту длинную полемику. Давайте так, вот в части озвученного неких проектов, потому что мы потом перейдем к частным вопросам, я скучусь и будем частные вопросы обсуждать. В рамках озвученного в этой части какие-то есть пожелания, обсуждения? Сразу что можно дать оттуда, пожалуйста. Спасибо. Сразу что, знаете, я хотела поговорить о чем? Вот сейчас много в городе делается, благословится при домовых территориях, установка, как и детских площадок. Вот у нас такой вопрос, понимаете, у жителей. Вот даже вот на Пионерского полмагнита сделали хорошую эту, какую детскую площадку, а вот земельные работы, как они, кем потом будут доделываться, это вот у 11-го дома такая же была история, доделываем, доделываем. Оставили канаву, все, вот земельные работы не доделываются. По дорогам тоже. Делали-делали дорогу, тоже там, где пусты подрезали, где чего. Потом кто вот это все будет доделывать? Я сразу скажу, у нас есть единственный, самый ответственный должностной лицо, это мой заместитель по ЖКХ Никитина Сергеевна Анатольевича. Никитина Сергеевна Анатольевича, вы здесь, представьте. Вот все ваши вопросы он запишет, и, ну, сейчас снег сойдет. Мы также пройдем и проверим, что сделано, что не сделано, что не сделано исправить. А потом еще, знаете, вот сейчас у домов, там, у домов и, как ее, и на домовых территориях, много кусок, которые уже, ну, кто где заразли, где, не управляющие компании, не вырубаются никем. И вот после даже двух устройств, вот этот облик не меняется, вот тут там, что будет. Или их как-то нужно обрезать как-то? И в любом случае нужно обрезать, аморийное удалять. Вы прямо закончите сейчас вот эту часть встречи, давайте так вот. Вопросы вот обрезать, убрать, все остальное, вот подходим. Здесь у нас присутствуют управляющие компании, авторитетные руководители управляющих компаний «Восток», да, Сергей Анатольевич. Мы подошли, записали, точечно вышли на место, посмотрели, в чьей зоне ответственности управляющая компания или администрация быстренько отработали. Вопрос между жителями, одни говорят обрезать, другие не обрезают, а некоторые... Здесь в любом случае мнение жителей для нас закон. Если дети, человек, сказали обрезать, опять не обрезать, мы смотрим на дерево прежде всего. Если аварийное, его нужно удалять. Просто жители не говорят куда обращаться, ходим в управляющую компанию, ходим в городское хозяйство, куда нам нужно обращаться? У вас сейчас полный механизм, вот Сергей Анатольевич здесь, прям берете его телефон и тревожите его. Ну, предлагаю, смотрите, так как все-таки обсуждали обращение, да, такую глобальную историю, если все-таки есть в части вот глобального предложения, что необходимо сделать и обратить внимание, давайте этот вопрос зададим. Если вопросы уже такие частные, да, то, как обычно, я спускаюсь, и мы на них здесь отвечаем в таком рабочем режиме, записываем, потому что ручки у меня нет, запомните, я не запомню. Глобальные вопросы, вот затронутые в обращении, что необходимо, на что обратили. Далее, Далее, Далее. Представитель городского совета, Владимир Николай Иванович, на днях мы вам подали обращение от городского совета по поводу присвоения к городу трудовой доблести. Вы уже ее, наверное, вкратце рассмотрели? Да, видел, и вот Михаил Иванович, представитель, вот Гуми Михаил Иванович, зам, которого вы знаете, ему отписан он этим вопросом за тема слова. Какая перспектива и как вы к этому? Смотрите, я это поддерживаю полностью, потому что это обсуждался вопрос в трудовом коллективе НИИ, Геодезия, у нас первая Катюша, у нас ПГ-7, у нас много тех вопросов, которым может гордиться фабрика, крафт. И мы понимаем, что есть что показать и рассказать. Сейчас, вот прямо подтверждаю Михаилу Ивановичу задачу проработать этот вопрос, подготовить необходимые документы, посмотреть, попадаем ли мы под эти критерии. Если вы ему поможете, я просьбу буду вместе с Михаилом Ивановичем отработать этот вопрос, какие необходимые ходатайства, куда нужно поехать и добиваться этого звания, я готов. Ответ простой. Мне нужны критерии, да, мы можем, напишите письмо, съездите, сделайте, и так далее. Да, пожалуйста. Новиков Аркадий Иванович. Город Красноярмейск, проспект Испытателей, дом 5. Значит, я бы, товарищи, с вами хотел поделиться рядом моментов, которые мы забыли, а если не забыли, то их не выполняем. Первое. Значит, все говорит, что хорошее – это давно забытое. Кто присутствующих здесь помнит кампанию о сборе и утилизации гальванических элементов? Батареек, ртутных ламп? Да, по всей стране, потому что действительно яд в носик. Теперь в городе устанавливаемые точки, там-то контейнер, там-то приемный, приемник. Значит, я пользовался этим, было неудобно, их мест мало, а сейчас их нигде нету. Но на помойке, на выбросе, пожалуйста, они лежат. То есть, я понимаю, что в городе вот этот вопрос, если городская власть не может этот вопрос решать, потому что собрали, а дальше их судьба какая? Ну, выброси, если нет, то будет закопать тогда. Вот этот момент. Теперь идет программа. Раздельный сбор мусора. Привыкла или нет основная масса жителей нашего города к тому, чтобы отходы своей жизнедеятельности – это пакеты, это бумага, а это картон, а это железки, а это отходы со стола, все в одну кучу, большой и в бункер. Какой же это раздельный сбор мусора? Это как было, так и есть. Другое дело, что поставлено количество контейнеров. Возите, увозите, пожалуйста. Так я что предлагаю? Газета «Городок». Вот читай, где, чтобы, допустим, кто-то и рассказывал, что выбрасываешь ты полиэтиленовые емкости, пятилитровые, полуторалитровые, опорожниваешься, надави на нее ногами, она полует, вот объем. Или пятилитровую баклажку бросил, или в контейнер бросил здоровый картонный ящик из-под огромного телевизора. Ну и что? А ведь если бы по-настоящему в каждой семье этот мусор предварительно пакетировали и принесли вот такой сверточек всего лишь, а вместо этого несет несколько овосек. Вот здесь я понимаю, что, ну, с тем, чтобы это воспитать, нужно не одно поколение прожить. Мне пришлось по роду деятельности побывать в Германии, посмотрел я, как делается. Чтобы выбросил человек, не ему компания дает мешки, ее он сам приобретает. Это для бумаги такой, это для картона, а это для атласных журналов отдельно. А уж пищевые отходы, так это только пищевые отходы. Идет машина, по временам расписано, выставляет это все и забирает, увозит. Вот это я понимаю. Тогда быстро идет и выработка этого. Теперь, товарищи, вот я поддерживаю выступающую в отношении окончания земляных работ. 22 июня, Кирилл Александрович, у меня с вами был разговор после митинга по двум замечаниям. Первое, окос борщевика. И второй вопрос, приведение и культивация прилегающей гимназии. Шесть территорий. А территорий, там смысл того, что прокладывали кабель от подстанции и ввели его в медико-санитарную часть. Мимо дома 28, там асфальт разбили. Там, так сказать, когда прокладывали горы грунта, осталось вдоль гимназии, вдоль забора траншею. Выкопали кабель, уложили. На входе осталась куча грунта. И все это до сих пор лежит. А ведь это школьники. Идут и смотрят на эту бесхозность. И как у них тогда будет привитие, любви и уважения, чистоте города и отношения. Вот. То есть стоит, все это не закончено. Теперь, окос борщевика. Кирилл Александрович попросил меня, чтобы я помог определиться с территорией, где окашивать этот борщевик. Так если какая-то компания или кто-то взялся за это, так у него должна быть исполнительная схема. Вот здесь участок, вот здесь участок. Теперь и уничтожать борщевик не тогда, когда он, оп, прошу прощения, выше головы вырос и корона у него уже разбрасывает семена. А вот буквально вырос зелененький, мягкий. Все это скашивается раз, а затем повторно. А если нужно, то третий раз и в течение года практически его можно уничтожить. А так, такими методами, как вот делается, ребята, не получится. А ведь что губернатор сказал, было якобы постановлением, что за невыполнение работ по удалению борщевика штрафы до миллиона рублей с предприятий, предпринимателей и 50 тысяч с индивидуальных владельцев земельных участков. Кого у нас наградили такими премиями? Нету. А борщевика? Вот. Едем на электричке, едем на автобусе. Прекрасный, прямо джунбель. Можно я просто, я прошу прощения, знаете, как три вопроса, я не тому, что четвертый я уже и потом забуду. Можно я уже в виде диалога буду отвечать, да? Я просто вот по борщевику, я все помню, смотрите, не являясь хорошим садоводом, плохим садоводом-любителем, точно знаю одно, что борщевик Сосновского простым выкосом уничтожить нельзя. Есть программа, действительно, мы с вами ее обсуждали, и я даже давал вам ответственного человека, который с вами взаимодействовал с точки зрения, где необходимо обратить внимание. В этом году и в прошлом году мы, и честно об этом заявляли, закупали химикаты и обрабатывали химикатами простой вырубкой с косом борщевика. Мы знаем, что это еще та зараза, которая распространяется, и они могут эти споры жить в земле, если их скосить там, я читал, до 17 лет, кто-то может быть сказать иначе. Поэтому скажу следующее, все работы, опять же не буду показывать, но сосед ваш, Никитин Сергей Анатольевич, рядом, вы можете с ним обменяться контактами, мы по борщевику провели. Где-то мы его окашивали, где видели, что уже обработали, потому что обработал химией, надо пока не дает до корня, косить смысла нет. Поэтому и эту работу не просто мы ведем, знаете, как-то поконтрактуют, эту работу ведет у нас ЛБУ городское хозяйство, у них есть и костюм, у них есть специальный, как мы его называем, пропеллер, у них есть химия, которую они обрабатывают. Поймите правильно, в этой ситуации решить вопрос с борщевиком раз и навсегда одним окосом или одним обработкой, вижу у нас больше серьезный подготовленный садовод в лице начальника ОБХ Кораблева Иган Точи, он кивай говорит, невозможно. Но, смотрите, эту проблему мы знаем, этой проблемой мы занимаемся, мы понимаем, какие средства на это нужны, у нас есть человек, у нас есть оборудование, у нас есть химия, и мы на постоянной основе этим вопросом будем заниматься. Что касается прокладки инженерных сетей вдоль 6-й гимназии, плохо, что подрядчик, кто это сделал, мы с вами обсуждали, не навел порядок. Так, поручение Сергею Анатольевичу, да, но даже не есть, когда человек во слово скажет по этой трассе. Да, по этой трассе было обращение еще от жителей, я лично встречался с Мособлэнерго, запрашивали маргера, разговаривал с Госадминтехнадзором, Госадминтехнадзор их привлек к этому моменту. Они приехали, заключили договоры с некой субподрядной организацией, которая выполнила восстановительные работы по асфальту, и они восстановлены, и жители мне звонили, говорили, благодарили по этому вопросу. По асфальту, да? Да, по асфальту, да. В части прокопанной траншеи вдоль забора, Мособлэнерго, я им указывал на это, они сказали, что, так как это была осень уже, они сказали, что, как весна придет, мы сравняем. Так осень уже, какого года? Ну, ко мне это обращение поступило где-то в сентябре, когда уже было слякоть, они говорят, сейчас начнем копать. Сергей Анатольевич, философию не гоним. По весне, по весне этим вопросом поручение заняться, отработать, помимо того, что мы их оштрафовали, нужен результат. По траншее Никитин Сергей Анатольевич, вот как замка ЖКХ, он этим вопросом занимается. По мусору. Всегда провожу один и тот же опрос по раздельному сбору мусора. Друзья, интерактив, чтобы нам не было скучно, чтобы мы не засыпали, не только тыкали, как Олег Анатольевич, кнопки телефона, но и могли, да, честно. Кто, ну только честно, давайте вот без, я-то знаю, кто способен, кто не способен, кто честно занимается разделением мусора у себя дома? Давайте, давайте те, кто просто для массовости, ну, пять человек, пять человек. А теперь я скажу глобально, да, эту историю. С вами согласен, но они не так разделяют. Кто при разделении мусора берет пакет из-под молока, срезает верхнюю крышку, моет его и кладет как раздельный мусор. Кто берет там йогурт, моет остатки, да, и складывает. Кто банку там сплющит, разрезает. Я, 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 мою, именно чистый мусор, это суть. Очищенный вплоть, ну, как, как, как чистая посуда. Кто это делает? Поднимите руку. Два человека. Ну, Медливович уделил, уделил. Поэтому я с вами сто процентов согласен. Еще бой с женой. Тебе больше делать нельзя. Да, так. Кто еще так делает? И говорит, вы выеживается над этим. Да, да. Нет, вы сто процентов правы, потому что если каждый поймет, сколько можно разделить мусора у себя, очистить его, помыть и убрать, то мы поймем, что грязных отходов, которые необходимо отнести на площадку ТБО, у нас остается, ну, не так много. Соглашусь с вами, что нужно к этому идти, мы все не готовы. И, наверное, 12 процентов это шаг за один год. Да, и если, выбрать, когда про Германию, к нам приезжали японцы, и главам рассказывали, как японцы разделяют, у них 17 фракций. Ну, так, на минуточку. И попробуй, вы же не сказали, и попробуй ошибись с фракций, заплатишь за пересортировку мусоровоза, ну, в Германии я точно знаю, что пересортировка мусоровоза стоит очень дорого. И к этому мы идем. И мы начали закрывать полигоны, когда просто сыпали, вы помните, просто сыпали мусор. Сейчас это уже современные комплексы по переработке отходов, где идет полноценная сортировка. Я уверен, что с каждым днем мы становимся лучше. А кто у нас проводит, поднимите руку, в школах уроки по разделению мусора, Лариса Константиновна? Вот, пожалуйста, во всех их школах мы это проводим. Смотрите, во всех школах мы точно проводим пропаганду, как это происходит, что необходимо сделать, каким образом. И я вижу одно, что только... Мы забываем одно, что Япония, например, мусор сыпала просто в океан. Ну, был у них такой период. Сейчас даже эти острова продолжают существовать. Наша задача... Я с вами... Вы правы, как никто в этой ситуации. Наша задача, которую мы ставим перед собой, это обучение подрастающего поколения. Уроки эти проводятся на постоянной основе. Да? Мы должны доносить до наших взрослых жителей. Я рад, что вы и еще один человек разделяет полноценный качественный мусор. Я уверен, что мы в какой-то момент дойдем до того, чтобы мыть. Но это нужно не для себя. Потому что здесь не надо забывать менталитет. Вы же про жунушцы сами сказали. Так и здесь. Вы представляете, да? Вы щёточкой раз-раз-раз помыть. Ну, вам домочадцы скажут, что они о вас будут. Но здесь это культура. Мы к ней придем обязательно. И по первому вопросу. Я поддерживаю. Да. Здесь необходимо комплексно поставить бачки, сетки, как раньше были. Для сбора батареек, для сбора аккумуляторов. Для сбора... Аккумуляторы забирают. Эээ. Это да. Ламп. Здесь, давайте так. У нас в любом случае по понедельникам проходит штаб по ТКУ. Да, Сергей Анатольевич опять можно дать слово. Он сейчас скажет. Да, в части мусора, чтобы обратить внимание. У нас идёт раздельный мусор пока на сухой и влажный. Зелёные бачки и синие бачки. И хотел бы просто отметить, потому что я как бы в сфере своей деятельности просматриваю, объезжаю всё. До, скажем так, в прошлом году стоял один бачок. В декабре поставили два бачка синих. Это для сухого сбора. И могу обратить внимание ваше, что вот эти два сухих бачка переполнены. Я это обращаю внимание. И самое интересное, что пакет туда не запихнёшь, только одну банку. И мы понимаем, что там одни банки. То есть мы движемся к тому, что всё-таки мы придём к тому, что у нас, наверное, ещё добавлять придёт синие бачки. Ходи. Да, тут можно. Можно по батарейкам. По батарейкам. У нас этот вопрос мы прорабатываем в части установки бункеров, этих контейнеров для сбора батареек и ламп ртут-содержащих как бы большего количества. Но мы сделали запрос в управляющие компании, и управляющие компании нам подтвердили, сделали письма, что они производят сборы этих ламп, и более того, у них заключен договор на утилизацию с лицензированными организациями. Поэтому эта история у нас тоже движется и в правильном направлении. Ну, в любом случае, давайте так, вопросов может быть сейчас много. Вот Сергей Анатольевич, он очень хорошо отвечает на ваши вопросы. Вы сидите рядом с ним. В любом случае, в части обсуждаемых вопросов ЖКХ, это его зона ответственности. Да, прям мы же не уходим, да, сейчас вот я спущусь, мы переговорим, обменяемся телефонами. В любом случае, обратная связь для нас важна, потому что вы поднимаете те вопросы, которые злободневны. Неплохо, что мы в них не просто разбираемся, но у нас есть какие-то пути решения. И ваша помощь, ну, ваша подсказка, иногда требовательность и все остальное для нас будет важным. Я только так и расцениваю. Спасибо. Нет, здесь, то есть, здесь... Это должен быть паникет. Здесь спасибо, вот, ну, Сергей Анатольевич рядом с вами. Друзья, давайте я спускаюсь вниз и продолжим диалог в таком... Разрешите мне еще заполнить. Товарищи, взаимодействие с управляющей компанией. Я на своем опыте в этом году, начиная с конца августа, столкнулся с управляющей компанией НКД «Восток». Кто представляет компанию? Так. Три, так сказать, момента передал дежурному испечеру. Хорошо, я записала. Все замечательно. Проходит пара недель. Ответа нет. Я вам тогда-то звонил. Ой, а я не знаю, где это, чего. Вы повторите мне. Я повторил. Проходит опять время, ничего нет. Я прихожу. Соедините меня с руководством. Нет, нельзя. У нас вся связь переключена на диспетчера. Я говорю, так где ж руководство-то? Можно найти или нет? Нет. Приходите к ним, приходите к ним на работу. Я говорю, а тогда как же вот с обращениями своими? Вы должны представить письменно заявление. Ну и я пришел, написал. Значит, через несколько дней мне звонит, говорит, вот по одному заявлению, то есть по одному дефекту придет. А всего-то дверь просела, не закрывается, пружину натягивает. Там закрывает, грохает все это. Пришел мужик, с ним второй, с ножовочкой, топорик, рубанок. Десять минут и весь разговор. Я хочу сказать сразу, что вы пришли по правильному адресу. Руководство МКД «Восток» здесь. Вы прям можете подойти прямо сейчас? И дальше. И дальше. Значит, присутствовала при разговоре юрист вашей компании. Я ей сказал, что крылечко сделано халтурно, что и столько воды с него нету, когда дождь это наполнено. А сейчас, когда тает, а потом замерзает, то на выходе из подъезда лед. Я говорю, ну что вы хотите, ребята, получить, чтобы еще кто-то травмировался или, не дай бог, еще и летальный исход на эти ступеньки повернуться. Нет, мы будем песком посыпать. Ну и пришел мне в январе ответ, что ваше заявление по поводу того, что холодное время года выполнить нельзя, будет включен в 2020 год, на лето перенесено. Ну, лето придет, это забудется по опыту, может, так сказать, иметь... У нас не забудется. Давайте сейчас вот-вот, вот прям Эдгар здесь подойдет к нему, и он прям раз телефон запишет, с вами будет в контакте. Скажите, пожалуйста, каким нормативным документом по жилищному кодексу предусмотрено, что жилец или владелец квартиры только с заявлением должен приходить по замечанию? Где это? Есть или нет? Нету. Теперь я обращаюсь к Ирине Михайловне Бугровой. Она помимо того, что начальник управляющий, то есть директор управляющей компании, и кроме того депутат по району, где я проживаю, я к ней неоднократно обращался. Она открыта, Аркадий Иванович, в любое время у меня телефон не под секретом, я отвечаю и в рабочее время. Теперь я спрашиваю, Ирина Михайловна, а вот этот момент, я обязательно должен приходить? Это все сказки, это ихние, так сказать, эти самые причуды. Теперь они... Здесь я вам сразу скажу, работа с населением, где-то диспетчер, который вам ответил, имея внутреннее состояние, знаете, вот как-то либо дома что-то произошло, либо он просто вот, ну, был не в настроении ответят. Я предлагаю, смотрите, ну, мы уходим сейчас немножко уже в частные вопросы, такого, ну, скажем так, понятно, да, этот вопрос вот сидит Эдгар, он уже тебя не другу, хочет подойти, записать ваш телефон. Давайте просто, вы находитесь в трех шагах, вы ему по микрофону, я тоже по микрофону, просто подойдем, обменяемся контактами, у вас будет прямая связь как с блоком ЖКХ, вы сможете звонить и говорить, что вам необходимо сделать, так и с управляющей компанией. Вы прям подходите. Друзья, спасибо, продолжаем работать так в открытом режиме, спускаемся. И еще последний раз управляющей компании, управляющей компании, сколько времени будет стоять узел, так сказать, открытый теплотрассы перед домом 5. Он хорошо с ним, хорошо с ним, хорошо с ним. Спасибо. 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 Спасибо.